Исламский информационно-образовательный портал azan.kz представляет Цикл видеоуроков по тавсиру Корана Устаза Ирсина Амре Абу Юсуфа Урок шестой. Толкование Суры Аль-Бакара. Аяты с 14 по 20. Субтитры создавал DimaTorzok Иншааллах, по воле Аллаха Субхана Ва Та'Аля, мы продолжаем наш урок. На прошлом уроке мы рассмотрели аят, относительно аята, когда им говорят, «Уверуйте, как уверовали другие». Есть различные мнения ученых. Когда им говорят, значит им кто-то говорит это. А кто это говорит? Во-первых, ученые предполагают, что это, возможно, сказал Пророк Алейиссалату Ассалям. Пророк Алейиссалату Ассаляма знает положение лицемеров. И когда до него дошли вести об их делах, он в виде проповеди призвал их уверовать так же, как уверовали другие. Или же есть мнение, что это сказали те, среди которых лицемеры хотели посеять смуту. А те, узнав их намерение, призвали их остановиться. Но когда им сказали это, лицемеры ответили, нет, мы уверовали так же, как и остальные исподвижники. Наша вера искренняя, наша вера сильная и тому подобное. А доносили ли люди до Пророка Алейиссалату Ассалям дела этих лицемеров или нет? Если мы изучим историю, вникнем в смысл аятов, то можем узнать, что они очень часто являлись к Пророку Алейиссалату Ассалям и давали клятвы. В Коране в нескольких местах приводятся слова, что означает, они приходят к вам и дают клятвы. Они давали клятвы, тем самым оправдываясь и говоря, мы такие, мы сякие и подобные слова. То есть, они дают клятвы, чтобы заслужить ваше довольство, когда до Пророка Алейиссалату Ассалям доходили вести об их плохих делах, и когда мусульмане начинали сомневаться в них. Почему? Потому что их неверие проявлялось в их словах, в их поступках, все время пытаются посеять смуту. И в такие моменты, когда вокруг все начинают сомневаться в них, они дают клятвы, чтобы заслужить ваше довольство. Они говорят, мы не произносили таких плохих речей, хотя ведь они распространяли различные слухи, клянутся, что не говорили таких слов. Аллах Субхана Ва Тааля говорит в Коране, нет же, они произнесли слова неверия. Когда они встречают верующих, то говорят, мы уверовали так же, как уверовали и вы. Но, как мы рассказывали на прошлом уроке, они это приводят словами, начинающимися с глагола, который не утверждает и не конкретизирует главный смысл, а показывает его слабость, однако они меняются, когда остаются в кругу себе подобных людей, которых Аллах Субхана Ва Тааля нарек шайятын, то есть шайтанами. То есть они сами скрываются в тени и при этом засылают более мелких лицемеров, давая им различные указания и инструкции, как поступать. Их Аллах Субхана Ва Тааля назвал шайтанами. Это сказано в отношении больших лицемеров из числа евреев, лицемеров из числа многобожников и в целом им подобных людей, которых Аллах Субхана Ва Тааля называет шайтанами. А шайтан, как Аллах Субхана Ва Тааля сказал в Коране, может видеть нас, однако мы не можем его видеть. И это одна из причин того, что их называют шайтанами, их просто так невозможно увидеть. Они засылают своих мелких лицемеров, а сами скрываются и, оставаясь невидимыми, продолжают планировать свою гуннусную политику и направлять других на подобные дела. Поэтому Аллах Субхана Ва Тааля называет их шайтанами. Когда они остаются со своими шайтанами, говорят, «Мы такие же, как и вы, верим в то же самое, что и вы, а над ними мы только издеваемся». Эти слова исходят от их сердец. Поэтому Аллах Субхана Ва Тааля свои слова в адрес них начинает с имени, то есть с джумля исмия, а не с глагола. А это утверждает, конкретизирует и усиливает смысл сказанных слов. Аллах Субхана Ва Тааля издевается над ними. Как понимать этот аят? Можно ли понимать это так, как будто Аллах Субхана Ва Тааля издевается? В арабском языке, когда употребляется слово «издеваться», оно включает в себя также обман и безграмотность. Поэтому Аллах Субхана Ва Тааля в Коране приводит слова Мусы, алейиссалям. «Аллах повелевает вам зарезать корову», но община Муса сказала, «Ты издеваешься над нами?» Слово «хузз» является основным корнем, а «истахза» исходит от этого слова «хузз» и обозначает «издеваться». Означает «Ты издеваешься над ними?» И что же ответил Мусы, алейиссалям? «Да сохранит Аллах от того, чтобы быть из числа издевающихся, унижающих и безграмотных людей». Следовательно, те, кто совершают «истихза», это обманщики и безграмотные люди. Аллах Субхану Ва Тааля говорит, «Как нам это понимать?» Во-первых, в арабском языке существует такое правило, если одно слово применяется в качестве ответа на предыдущее слово, то это предыдущее слово может применяться и в отношении второго слова, однако оно уже будет иметь двоичный смысл. Например, в Коране говорится, то есть наказание за зло – такое же зло. Это, к примеру, если бы кто-то за совершенное им зло получает наказание. Мы говорим, что это справедливость. Это не зло, а справедливость. Допустим, кто-то совершил убийство. Если это убийство было местью, мы не говорим, что это зло. Но почему здесь оно называется злом? Потому что оно является ответом на зло. И в арабском языке это является устойчивым выражением. Ведь в целом отвращение от зла и восстановление справедливости не является злом. В Коране Аллах, Субхану Ата'аля, приводит пример. Если кто-то приступает к границе дозволенного в отношении вас, здесь «я'тида» означает проявлять чрезмерное зло. Вы также в ответ приступаете к границе дозволенного в отношении их. И тут же следом говорится, Аллах не любит тех, кто переходит к границе дозволенного. Как же так? Говоря, что Аллах не любит переходящих к границе дозволенного, но при этом верующим говорит «приступайте к границе дозволенного». Здесь имеется в виду «остановите творящих зло, не позволяйте приступать к границе дозволенного». Отвратить зло не считается собственно злом. Но почему так, сказано в аяте? Потому что эти слова явились в виде ответа на те поступки и дела. Они задумали хитрость, и Аллах задумал хитрость. Здесь мы должны понимать, что ученые разъясняют смысл слов Аллаха, Субханава Тааля, в аяте. Как Аллах, Субханава Тааля, возвращает им их насмешки, или же Аллах, Субханава Тааля, относится к ним как к насмешникам. Мы должны остерегаться от буквального понимания этих слов. И не должны думать, что Аллах, Субханава Тааля, насмехается, или у Аллаха, Субханава Тааля, имеется качество насмехающейся. И также ученые разъясняют, что слово «насмехаться» означает то, что в судный день они станут посмешищем, и мусульмане будут также насмехаться над ними. Ибн Аббаз, да будет доволен им Аллах, говорит, завтра, когда мусульмане будут введены в рай, а неверные введены в ад, между раем и адом отворятся ворота, и те, кто находятся в аду, увидят рай. И тогда находящиеся в аду лицемеры и неверные побегут к воротам, чтобы попасть в рай. И когда они уже приблизятся к воротам, они захлопнутся перед ними. И тогда они поймут, что они являются посмешищем, потому что Аллах, Субханава Тааля, покажет их попытки верующим. То есть лицемеры словно находятся на арене, подобно тем, которые борются, сражаются и всячески развлекают публику. Мусульмане точно так же будут смотреть на лицемеров и насмехаться над их тщетными попытками. Ворота раскрываются, лицемеры все бегут к ним, и как только они подбегают к воротам, они захлопываются перед ними. А мусульмане будут видеть все это и смеяться. Аллах, Субханава Тааля, сделает состояние лицемеров в вечной жизни таким, из-за того, что они в этой жизни пытались обмануть мусульман и творили зло в отношении их, и творили зло в отношении них. По этому поводу Аллах, Субханава Тааля, в Коране говорит. То есть те, кто совершал грехи, смеялись над теми, кто уверовал. Здесь тоже смеются. Они говорят, «Мы мусульмане, аль-хамду лиллях, ла-иляха-илля-ллах, мухаммаду-ррасулюллах», но при этом подмигивают друг другу, показывая свои издевательства, и таким образом пытаются высмеять. Они это будут пытаться сделать в этой жизни. Аллах, Субханава Тааля, говорит. Они насмехались над мусульманами в этой жизни. Но сегодня верующие будут насмехаться над неверными и лицемерами. То есть «арайк» значит «диван», и верующие, сидя на диванах, будут смотреть за тем, как лицемеры бегают к воротам и смеяться над ними. Далее Аллах, Субханава Тааля, говорит. Разве неверные не получили то наказание, которое заслужили? Насмешки и издевательства лицемеров над мусульманами завтра введут их в такое состояние, что сами окажутся посмешищем для мусульман. Далее Аллах, Субханава Тааля, говорит. Из-за того, что они проявили чрезмерность в измышлении зла против мусульман, они так и будут оставаться в своей беспечности. Ямахун в арабском языке есть слово «я'ма», и также слово «а'ма». Если «а'ма» означает «не видеть что-то», то есть это «не видеть что-то глазами», либо «не видеть что-то сердцем», то есть «иметь слепое сердце». Это слово применяется к обоим смыслам, а слово «а'ма» означает «слепое сердце». То есть Аллах, Субханава Тааля, запечатал их сердца завесой, и поэтому они продолжают находиться в беспечной чрезмерности. означает «переходы границы дозволенного». То есть «туальмаху» обычно говорят, когда, например, вода, заполнив емкость, переливается через край. Аллах, Субханава Тааля, говорит, «Когда вода вышла из берегов, мы повели вас по воде на судне». Соответственно, «туальмаху» означает выходить за пределы чего-то. «Они те, которые приобрели безнравственность в обмен на истину, однако их сделка не принесла им никакой выгоды, и они никогда не были на верном пути». Если человек продает истину, которая ведет к вечному блаженству, если он разменивает мирские наслаждения на вечность Ахэрата, если он продает свою религию и взамен приобретает это дунья, безусловно, такая сделка не несет никакой выгоды для этого человека. Ученые относительно слов говорят, что человек, помимо всего прочего, еще и приобретает вред самому себе. Его сделка не только убыточна, она еще причиняет человеку вред. Допустим, если человек начинает свою торговлю, он вкладывает в нее деньги. Если же человек обанкротится, то, соответственно, сгорают вложенные деньги. Но бывает и так, что человек сохраняет свои вложенные деньги, не получив при этом никакой выгоды. Начал торговлю со ста тысячами и вышел, имея эти сто тысяч. Этот человек не получил никакой выгоды. Его торговля не дала ему никакой выгоды. Но если же эти сто тысяч прогорели, этот человек терпит вред. Соответственно, эти лицемеры не ограничились потерей выгоды. Вдобавок к этому они еще и терпят вред. Аллах, Субханава Тааля, описывая нам состояние этих лицемеров, приводит такой пример. Обычно для чего приводятся примеры? Примеры приводятся для того, чтобы еще ближе раскрыть какую-то вещь, чтобы закрепить это в сознании человека, чтобы глубже укрепить это в его сердце. Допустим, если относительно умершего человека сказать «Смерть унесла его в своих когтях», то человек начинает представлять образ каких-то когтей, и это усиливает его ощущения. Если относительно заблудшего человека сказать «Он блуждает в темноте», то образ человека, блуждающего темной ночью в поисках дороги, лучше передает состояние заблудившегося. По этой причине Аллах Субханава Тааля, стремясь показать нам, насколько скверно их состояние, приводит пример. Они подобны людям, которые разожгли огонь темной ночью. Когда огонь, который они разожгли, осветил все вокруг, Аллах Субханава Тааля погасил свет огня, и они остались в кромешной темноте, не видя ничего вокруг себя. Как мы должны понимать этот пример? В этом примере Аллах Субханава Тааля говорит о человеке, который разжег огонь, человек разжигает огонь, и огонь начинает освещать и распространять свет. Человек извлекает пользу от разожженного огня. Лицемеры же, скрывая свою неверие и показывая мнимую веру, не получили от этого никакой пользы. Тогда почему Аллах Субханава Тааля сравнивает лицемеров с человеком, получившим пользу от разожженного огня? По этому поводу ученые говорят, в частности, имам Ас-Суддит, а помилует его Аллах, говорит, что речь идет о человеке, который вначале уверовал и стал мусульманином. Но когда пророк Али-Иссаляту Ассалям переселился в Медину, отступил от веры, впал в куфр и влился в ряды лицемеров. И хотя этот пример характеризует этих людей, но не все же лицемеры такие. Имам Хасан Аль-Басрейда, помилует его Аллах, говорит, причиной того, что Аллах Субханава Тааля приводит нам этот пример, является то, что когда они, демонстрируя набожность, скрывают свой куфр и показывают себя мусульманами, то сохранили в своей жизни свое имущество. Пророк Али-Иссаляту Ассалям сказал, «Мне велено сражаться с ними до тех пор, пока они не скажут «Ла Иллаха Илла Аллах Мухаммадар Расулуллах». А раз он говорит «Ла Иллаха Илла Аллах Мухаммадар Расулуллах», то он спасся, и в этой жизни он в безопасности. То есть, словно он разжег огонь и получает пользу. Но его пребывание в безопасности от того, что угрожало неверным в этой жизни, ничтожно по сравнению с тем, что ожидает его завтра в аду. Адские муки намного тяжелее этого. Поэтому Аллах Субханава Тааля описывает их как человека, у которого погас огонь, и он внезапно оказался в темноте. Далее ученые, разъясняя этот пример, говорят, если человек разожжет огонь, который осветил все вокруг него, а потом огонь вдруг погаснет, то ему будет тяжелее, чем тому человеку, который не разжигал огня. Например, мы каждый день видим свет, видим электрическое освещение. Если мы окажемся там, где вместо электричества используют масляные светильники, то мы почувствуем темноту и ощутим дискомфорт. Но человек, никогда не видавший электрического освещения и всю жизнь пользовавшийся лампадой не будет испытывать дискомфорта от света лампады. Мы сегодня пользуемся телевизорами, беседуем при свете электричества и внезапно все гаснет. Вы начинаете искать свечи, находите их и зажигаете. Вам в этот момент кажется, что весь дом объят мраком. Вам это ощущение дается тяжело, потому что вы до этого уже видели электрическое освещение. Состояние лицемеров точно такое же. Лицемеры, подобные людям, потерявшим свет и оказавшимся в темноте. Лицемер не является истинным верующим. В одном месте он показывает себя верующим, в другом месте он снимает свою маску, и таким образом он ходит между двух стен, поочередно ударяясь об них головой. Также ученые говорят, что огонь, который они разжигают, возможно является огнем смут, и соответственно Аллах, субханава та'аля, говорит об огне смуты, который они разжигают. Они разжигают огонь смуты в целях ввести верующих в заблуждение. Относительно них Аллах, субханава та'аля, говорит, «Как только они разжигают пламя войны и смуты, Аллах тушит свет их огня». То есть лицемеры замышляют какую-то фитну, но Аллах, субханава та'аля, разоблачает их и предотвращает их зло, отчего лицемеры сами терпят страдания. Лицемеры как-то построили мечеть, все вы знаете про Масджед Аддирар, мечеть раздора. Для того, чтобы разделить единство мусульман, распространение неверия и смуты, они построили мечеть. Аллах, субханава та'аля, немедленно не спослал аят, «Не ходи в эту мечеть и не читай там намаз». И пророк, алейиссалату вассалям, приказал немедленно снести эту мечеть. Они собирали немалые средства, составляли различные планы о том, как навредить мусульманам и построили эту мечеть. Затем сказали пророку, алейиссалату вассалям, «Приезжайте к нам, посетите нашу мечеть, которую мы построили ради довольства Аллаха и примите участие в ее открытии». Пророк, алейиссалату вассалям, пришел, разоблачил их и разрушил их мечеть. Их гнусные планы были раскрыты. В каком состоянии будут в этот момент лицемеры? Они будут в очень тяжелом положении. Аллах, субханава та'аля, разоблачил их намерение, открыл их истинное лицо и показал это верующим. И даже в последующем, смотря на мусульман, этот лицемер испытывал тяжесть. Почему? Потому что Аллах, субханава та'аля, не спаслал аят, «Не находись в этой мечети». И пророк, алейиссалату вассалям, разрушил эту мечеть. Какие люди строили эту мечеть? Они все оказались разоблаченными. Аллах, субханава та'аля, таким образом тушит их огонь, посредством которого лицемеры пытаются разжечь огонь разногласия среди мусульман. И оставляет их в полной темноте. Посмотрите, Аллах, субханава та'аля, здесь говорит, «Нур» — это слово, стоящее в единственном числе. Множественное число этого слова — «ануар». «Зулюмат» — это слово во множественном числе. А «зульматун» — это будет в единственном числе. Аллаху та'аля говорит, «Погасили их свет и оставили их в кромешной темноте». Почему? Потому что «нур» — это путь Аллаха, а путь Аллаха только один. Путь истины — один. Поэтому тут приведено слово «нур», то есть единственный свет. А путей темноты — множество. Путей заблуждений — множество. Существуют различные пути и способы заблуждений. Поэтому Аллах, субханава та'аля, говорит, «Оставили их в кромешной темноте, в их заблуждениях». Как мы сказали, Аллах, субханава та'аля, говорит, «Захеб Аллаху би нурихим дит». «Нур» — это свет. Когда разжигается огонь, он обладает двумя свойствами. Первое — он обжигает, а второе — он освещает. Огонь обжигает и в то же время дает свет. Аллах, субханава та'аля, упоминает только о погашем свете огня. Соответственно, они не могут получить пользу от света огня, но в то же время получают ожоги от пламени. Поэтому Аллах, субханава та'аля, не говорит о полностью погашем огне. Он говорит о погашем свете огня. И пламени исчез свет. Но обжигающее свойство осталось. Сколько бы они не пытались сбить мусульман с истинного пути, Аллах, субханава та'аля, оставляет их бродить в темноте заблуждений, и при этом они чувствуют обжигающее пламя огня и терпят от этого беды. Они — люди, которые не видят и не слышат. Они не поймут. Они не могут найти истину. Они с особым рвением упорствуют на пути заблуждения, что Аллах, субханава та'аля, увеличивает и приумножает их зло. Из-за этого они становятся похожими на слепых и глухих и не могут найти истину. И далее Аллах, субханава та'аля, приводит второй пример. Или же их пример подобен человеку, оставшемуся в одиночестве в грозовую ночь, и который заткнул уши пальцами, боясь умереть от удара молнии. Аллах знает, что в душах неверных. Вспышка молнии ослепляет их. Они идут вперед, когда вспышка молнии озаряет округу и останавливаются, когда оказываются в темноте. Если бы Аллах пожелал, то закупорил бы им слух и ослепил бы их глаза. Воистину, Аллах над каждой вещью мощен. То есть, это второй пример относительно лицемеров. Подумайте сами. Темная ночь, промежная тьма, идет ливень, гремит гром и сверкает молния. Вы представляете, как это происходит? А они подобны людям, которые оказались под ливневым дождем. Когда гремит гром и сверкает молния, они начинают думать, а вдруг сейчас эта молния ударит в нас, и мы умрем? Бывают же ситуации, когда человек теряется от испуга. Допустим, неопытный водитель, попав в нестандартную ситуацию, может отпустить в руль управления или зажмурить глаза, словно это спасет его. Они точно так же затыкают свои уши пальцами. Обычно чем человек затыкает уши? Кончиками пальцев, изба, то есть одним пальцем. А они же от страха готовы засунуть всю руку, движимые страхом, в ужасе готовы засунуть в уши все пальцы. И хазар аль-маут, то есть очень сильно боятся умереть. Аллах, субханава тааля, прекрасно осведомлен об их делах, и Он объемлет их и наблюдает за ними своим знанием. Вспышка молнии ослепляет их. Этот человек стоит в абсолютной темноте и не знает, что предпринять, не знает, куда ему идти. Кругом темнота, стоит сильный ливень. Стоит молнии сверкнуть на доли секунды, он что-то проглядывает сквозь мрак и идет вперед. Но тут снова наступает темнота, и человек вновь останавливается и снова впадает в невидение относительно своего пути и того, что его окружает. Если Аллах, субханава тааля, пожелает, то лишит их и слуха, и зрения, то есть они бы ослепли и оглохли. Аллах, субханава тааля, над всякой вещью мощен. Все это показывает, насколько они глубоко впали в заблуждение и насколько сильно укрепилось в их сердцах беспокойство. Один ученый извлек из этого аята вот такое прекрасное и полезное назидание, передающее нынешнее состояние современных мусульман. Мы, мусульмане, хвала Аллаху, на верном пути, как сказал Аллаху тааля. Аллах, субханава тааля, вывел мусульман на светлый путь из темноты и множественных заблуждений. Прямая дорога. Это подобно тому, если бы водитель, двигаясь по очень ровной трассе, был бы уверен в том, что впереди его не ждет поворот и включает систему, которая блокирует руль, удерживая автомашину на прямой трассе, исключив маневрирование, удерживая автомашину на прямой трассе, исключив маневрирование. Таким образом, водитель будет сидеть спокойно и беспечно. Точно на таком же прямом пути находятся мусульмане. Этот путь Аллах, субханава тааля, назвал Нур, то есть это не описание ночной дороги. Солнце светит, все видно и охватывается взором. Это путь мусульман. Однако современные мусульмане, то есть мы, к сожалению, находясь на таком пути, двигаемся позади каравана. Находясь на таком пути, мы, тем не менее, отстали от других во многих областях. А вот эти неверные лицемеры стоят не на светлом пути. В их сердцах есть беспокойство и отсутствует покой. Они словно люди, стоящие в темную дождливую ночь, но... Они... Стоит только сверкнуть молнии и озарить вокруг на короткий миг, они продвигаются вперед. Сверкнула молния, грянул гром, и вокруг стало ярко. Они тут же делают пару шагов вперед. А мы же, мусульмане, стоим на светлом пути, но заглушили двигатели и не двигаемся никуда. Мы, к сожалению, стали просто болтунами, много говорим и мало делаем. Есть юмористическое произведение одного поэта. Собака погналась за кошкой. Кошка, спасаясь от погони, взобралась на дерево. А собака ведь не может взобраться на дерево. И она осталась стоять внизу. А кошка же, сидя высоко на ветке дерева, говорит собаке, «А ты знаешь, что мои предки были львами? Они в два счета расправлялись с такими, как ты, и съедали их. Вот какими сильными они были. Это я сейчас немного измельчал, стал маленьким. А вот мои предки, это львы и тигры», рассказывает подобные истории. А собака внизу слушала, кошку слушала и спрашивает ее, «Слушай, ты случайно не араб?» Поскольку автор сам является арабом, он описывает нынешнее положение арабов, хотя это современное состояние не только арабов, но и всех мусульман. Румарда будет доволен им Аллах поступил так, другой сделал то-то. Когда некто обидел мусульманку, халиф написал письмо правителю со словами, «Если ты не освободишь ее, я направлю против тебя такое войско, начало которого будет у тебя, а конец у меня». И они будут из тех, кто любит смерть так сильно, как вы любите жизнь, и правитель, дрожа от испуга, отпустил женщину, ведь присутствуют же такие разговоры. Мы же ведь рассказываем такие истории. Они сделали это. Они поступили так. Хорошо, ну а мы? Мы что делаем? Кто мы сейчас? Мы люди, которые даже свои молитвенные коврики, на которых совершаем намаз, покупаем в Китае. Наши четки нам делают китайцы-буддисты. Посмотрите, все мусульманские атрибуты мы берем у других. Современные мусульмане сейчас только и знают приобретать оружие, изготовленное другими, и проливать кровь друг друга. Мы, к сожалению, пребываем в таком скверном состоянии. Эти живут в потемках и в темноте, и стоит в их жизни появиться в вспышке света, они незамедлительно пользуются им, чтобы продвинуться вперед. А мы же, находясь на широком и светлом пути, не то что стоим на месте, мы со спущенными рукавами двигаемся назад. Есть хорошая карикатура одного человека. С одной стороны, он изобразил мусульманина, который что-то кричит. С другой стороны, Европа, которая запускает в небо первые самолеты типа кукурузника. Затем изобразил их образ через несколько лет. Мусульманин опять стоит и что-то кричит. А с другой стороны, Европа и остальные немусульмане уже летают на ракетах. Затем опять картина. По прошествии нескольких лет этот мусульманин также по-прежнему стоит и кричит, а с другой стороны уже находится в космосе. То есть, посмотрите, какая картина складывается. Если мы еще в прошлом веке делали что-то только на словах, то и сегодня мы остались такими же, ну а другие тем временем уже летают в космос. Поэтому мы, мусульмане, не должны быть людьми пустословия, а должны делать реальные дела и брать примеры состояния этих людей, которые хоть и пребывают в темноте, но пользуются малейшим светом и идут вперед. А мы, мусульмане, к сожалению, тянем сами себя назад. Пусть Аллах, Субхану Ата'аля, спасет мусульман от такого плохого и жалкого состояния. Пусть Аллаху Та'аля дарует нам всем полезные знания, позволит поступать согласно знаниям и примет их. Пусть Аллаху Та'аля дарует нам всем полезные знания, и мы, мусульмане, мы, мусульмане, мы, мусульмане, мы, мусульмане, мы, мусульмане, мы, мусульмане, и мусульмане, мусульмане,